Ребята, всем привет! Я сейчас потихоньку начинаю собираться уже на утренник. Нужно отнести Каролине платье, носочки, колготки, посмотреть, что будет больше идти, заплести косички. В этот раз решила две косички сделать ей. Ну, так больше будет идти под платье. Так что потихоньку буду собираться. Параллельно хочу показать вам еще посылки, которые ко мне пришли с одеждой. Так что сейчас покажу вам посылки, потом уже, наверное, пойду. Первая вещь это блузочка. Смотрите, она насколько классно вообще выглядит. У нее такой нежный шифон. Да, она немножко полупрозрачная, но ничего страшного. То есть все достаточно прилично и мне нравятся рукава. Честно вам признаюсь, такие рукава вообще неудобны. Я летом носила платье с таким рукавом и как раз таки весной тоже, когда я еще была в Корее. И когда мы ходили, допустим, куда-нибудь в кафешку есть, а вы там, знаете, подают вот прям много всего. Ой, салаты разные, все. И когда ты начинаешь есть, это не очень удобно. Это у нас здесь я там сижу, закажу себе один салатик и аккуратно там себе ем. А когда ты в Корее заказываешь, допустим, мясо, тебе еще дополнительно накрывает полностью весь стол. И вот с такими рукавами просто нереально. Но они настолько красиво и женственно смотрятся. Вот даже просто с обычной черной джинсовой юбкой. Следующая вещь выглядит следующим образом. Сейчас меня опять в комментариях напишут. Фу, у тебя здесь торчит жир, ты жирная. Но я не считаю, что я совсем жирная. Да, может быть, у меня там не идеальный плоский живот. Но все-таки я не думаю, что я настолько жирная, что безобразная. Так вот, это в корейском стиле, такой круп-топ. И вот эта полоска, такой цвет. Я думаю, кто смотрит Вики на влоге про шоппинг, которая, рубрика у нее на канале есть, те, наверное, видели не раз вот такие вот вещи. И тоже вот с юбкой отлично смотрится. И по цвету, мне кажется, что мне к лицу. Вот, так что я довольна. Конечно же, взяла один тепленький свитер. И это просто свитер, он мне понравился своим цветом, такой горчичный. Самая главная фишка, так это вот этот бантик. И он, видите, по всему воротнику. Ну, вообще, будет красиво, если вот сюда его на бок сделать. Но здесь были уже выпущены вот эти вот штучки, поэтому я решила его здесь завязать, как будто бы это галстучек такой. Но потом, я думаю, что на бок перевяжу, потому что мне вот так вот не идет. Но я прям довольна качеством. Вот, я сейчас хотела показать. Очень приятный свитер к телу, да и вообще, и по цвету. И, кстати говоря, рукава мне здесь тоже очень нравятся. То есть, они не длинные и с резинкой. И для дома я себе решила заказать костюмчик, в который входят, значит, лосины с лампасами и коротенькая футболочка. Почему решила заказать его? Потому что у него просто идеальный состав для меня. То есть, это 95% хлопка и 5% спандекс. Я вообще люблю такие вещи, потому что в них движения не скованы. И очень красиво и удобно будет дома ходить. Потому что, ну, я все-таки снимаю влоги. И дома мне тоже нужно выглядеть более-менее презентабельно. Я не могу уже позволить там себе ходить в растянутой футболке, хотя это иногда тоже бывает. Да, вот смотрите, значит, в этот костюм входит 95% хлопка и 5% спандекса. Ну, в этом костюме однозначно будет удобно, по крайней мере, делать зарядку. Слушайте, я тут так подумала, что вот эту вот футболочку вполне могла бы я носить на выход. Ну, по крайней мере, пока она не станет там застиранной. Потому что она выглядит очень хорошо. И села она мне тоже хорошо, и горлышко такое красивое. В общем, поношу пару раз еще на выход ее. На вот эту кофточку я вообще, ну, на вот эту блузку я не возлагала больших надежд, потому что стоит она недорого. Там в районе 600 рублей, по-моему, насколько я помню. Ну, думаю, ничего такого не будет. И к тому же такие вещи, знаете, довольно необычные для меня. И думаю, ну, ладно, закажу, попробую, посмотрим. В итоге она мне нравится, серьезно. Единственное, что, конечно, из-за того, что у нее синтетический такой материал, ощущения пока что непонятные. Но ничего, мне нравится. И мне нравится, как она вообще, в принципе, села и на руках, и плечи тоже красиво облегают. И здесь, вот, видите, нет никаких строчек. То есть это сам материал такой. Просто вырезали. Можно было бы и дома сделать, как говорится. С этой юбкой тоже отлично смотрится. Вообще, просто напишите в комментариях, пожалуйста, что из этих вещей мне подходит больше всего. Я сейчас еще последнюю блузочку примерю, покажу вам, и потом вы уже напишите. Потому что зачастую со стороны взгляд он лучше видит, что человек уйдет, а что не идет. Ну вот, специально открыла, посмотрите вообще, что это за кофточка. Она, оказывается, вот, видите, есть в разных-разных цветах. А я изначально просто подумала, что белый опасный для меня цвет. Бордовых и коричневых вообще у меня много. Красных тоже. Поэтому решила вот темно-синий заказать. Ну и последняя элегантная блузка. У нее, знаете, такой материал. Он достаточно плотный. И я думаю, что будет сильно мяться. Учитывая то, что она так и так мятая, мне придется ее очень хорошенечко отпарить. Но это не проблема. У нее, смотрите, какие пышные рукава. И что мне здесь нравится, так это то, что очень красиво подчеркивается, во-первых, ключица, плечо. Это плечо здесь закрыто. Вот этот поясочек можно снять. Я сейчас просто на юбку померила. Так сюда очень хорошо подойдут черные лосины. Это один из тех заказов, когда мне нравятся абсолютно все вещи, которые я заказала. Не только по качеству, но и по фасону. Потому что я как именно формирую заказ, сейчас я вам расскажу свои секреты. Обычно, значит, я заказываю только те вещи, которые мне конкретно я знаю, что подойдут. Если я заказываю, ну, в среднем где-то 5-6 вещей, да. То есть я знаю, что из этих 6 вещей 4 вещи мне точно подойдут. Одна вещь это так, как эксперимент я, как правило, заказываю. Ну и одна вещь это вероятность того, что придет плохого качества. А так, собственно, так и подбираю я себе какие-то новые фасоны. Потому что я помню, когда я, получается, была в декрете, когда Каролина вот только родилась, я не могла себе вообще никак подобрать одежду. То есть я шла в магазин, и я не понимала, что мне нужно, что мне покупать. Я знаю, что мне нужна одежда, но я не понимала, с чем ее сочетать, как вообще носить. И постоянно спрашивала у Сергея, мне нормально, мне идет, мне не идет. И складывалось такое ощущение, как будто бы у меня, знаете, там 10 штук джинсов приблизительно одинаковые, 10 штук разных кофточек, и все. То есть я даже юбки там особо не носила, какие-то платья, какие-то интересные блузочки. Для меня все это было как-то чуждо. Хотя до этого я очень любила вообще наряжаться. Я имею в виду до родов. Может быть, это у меня после родов вообще мозг атрофировался, потому что, как ни крути, у беременных и у кормящих женщин мозг съезжает с катушек. Это проверено не только на мне, но и вообще. Конечно, он потом возвращается на место, но на этот период мозг занят совсем другими вещами. И сколько ты пытайся или не пытайся, все равно очень тяжело потом входить в обычную жизнь. Точно знаю, что вы у меня будете спрашивать про ссылки, так что все ссылки на мои вещи, которые я сегодня вам показала, я оставлю вам внизу под этим влогом. Так что развернете описание, посмотрите. Я прямо там напишу вещь и к ней ссылку оставлю. И также я еще в описании оставлю вам код купона на 20% скидку. Если вдруг вы соберете сделать заказ, то обязательно используйте его, и тогда вам дадут 20% скидку. К тому же у них, получается, будет уже скоро Черная Пятница на днях, на Шейн. Так что сможете зайти и, возможно, даже еще дешевле это купить. Потому что я заказывала это, когда еще не было Черной Пятницы. Ну, то есть не было этих скидок таких. Так что зайдете, посмотрите, придете в описании. Там оставлю ссылочку, оставлю купон. Я уже в садике. Каролине сделала легкий макияж, прическу. Немножко лаком побрызгала. Да, макияж из помады мы и сделали. Макияж одной помадой. Надели платье и носочки. Какие-то новенькие носочки беленькие сюда лучше подходят. Я думаю, что они похожи на танцы. Что, волнуешься? Сейчас будешь уже выступать. Все, я пошла. И ты иди. Давай. За жизнь, что подарили нам. Спасибо вам, что я не делаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А теперь я свою придаю. Весенский день для наших дна. Дня матери, бабуля. Спасибо, что ты есть. За что тебя мы любим, всего не перечесть. За радостное детство, за сказки и стяжки, За вкусные румяные с повином пирожки. Будь счастлива, бабуля. Живи, не знаю, без. Здоровье и терпение тебе нам много лет. Ох, бабуля, 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 бабуля. Я могу лечь к тебе, я сегодня по-на-ля. И желаю тебе, чтобы плоды быть силь, Не хвать, не болеть, а оставаться в песке всей, веселиться в песне. Сказь, совпаду, понимай, не родни, не искай, Ты по курям не как нам, как сперси у нас в отельце, Соборы берегаешь, руки поднимаешь, знай, В этот день я буду всех любить тебя, Здорово вызывай души, а не прекрасный плед, Возвращение, дорогая, не мог дать больше бед. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! Это мне подарочек? Ничего страшного, дай подарочек. Спасибо! Каролина осталась на танце, а я уже иду домой, мама уже до этого ушла домой, Я осталась, пока Каролину передела, пока сняла с нее платье, Это аккуратно там нужно было, потому что я булавочками подстегивала. Это платье я взяла, получается, 130-го размера, И таким образом платье чуть-чуть, вот буквально велико, Как раз будет, чтобы она его носила весной, летом. Сейчас зимой все равно это платье никуда не надеть, вот. Так что сейчас приду домой, может быть, чай попью, в общем, закончу свои делишки. Мне очень нравится, как смотрятся эти сережки с волнистыми волосами. И я сначала очки забыла вообще, а я не вижу, не улавливаю эмоции, Когда я без очков смотрю на Каролину, там, утренник вообще когда, Или что-то там со сцены когда показывают, я вообще ничего не вижу. Ну, то есть я вижу, что люди там выступают, все это, все хорошо вижу. Просто мне важны эмоции. А Каролина там вообще не стеснялась, но единственное, что Чуть-то как-то она сегодня стихотворение заживало. Хотя репетировала, все нормально, может, переименовалась, вообще не знаю. Кстати, у нас еще было родительское собрание, и что там говорили, значит, по поводу выпускного. На выпускном хотят, чтобы родители тоже сделали какой-нибудь номер, сценку, И чтобы мы тоже, ну, выступили, получается. И потом еще будет танец, где будут танцевать, если это дочка, то будет танцевать папа-дочка, Если сын, то мама-сын. И я должна теперь с Сержем этот момент обговорить, Сможет ли он приходить на репетицию, чтобы станцевать. Потому что я бы хотела, чтобы Серж с ним станцевал. Я уверена, он тоже захочет. Просто вопрос в том, когда будут проходить эти репетиции, И сможет ли он вообще на них попасть. А так очень хотелось бы, конечно. Кстати, Каролина уже скоро вернется домой. Так быстро час проходит. Я вообще, блин, в шоке. Сейчас она уже притопает. Мы, наверное, покушаем. Я здесь немножко приберу, потому что я сегодня здесь снимала видео. Вот так вот сегодня у нас прошел отличный день. Мне очень понравился утренник. Каролина сделала подарочек. Своими руками они все это делали. Смотрите, у нас случилась катастрофа. Мы поставили греться яйцо вареное в микрушку. И оно у нас взорвалось. Вот прям пуп! И все, разлетелось. Ну что, как дела у тебя? Мое. Каролина так хотела, чтобы я участвовала в конкурсе на утреннике. Мы этот момент не засняли, потому что я, собственно, была участницей. И там нужно было, чтобы дети, дочки наряжали мам. И Каролина меня наряжала. Так и довольна была, что мы вместе поучаствовали, да? А что ты так стихотворение? Как будто тебе заживало, так рассказала. Что? С какого года понимала. Ну сейчас зачем его рассказывать? У меня как микрофон, если я громко говорю, он могла вот так вот. Ну да. Из-за того, что так громко микрофон, поэтому ты так не говорила? А ясно. Каролина здесь банан ест. Вот. Слушай, тебе... Сама нарезала. Ты сама нарезала? Как тебе идет сегодняшний вообще макияж? И Каролина хочет тепленькое яйцо, да? Ну ладно, теперь сделаем. Я не хочу горячей, Каролина. Я не хочу на угодно. Кстати, скажи спасибо зрителям за то, что они тебя поддерживали. Спасибо. Да. Все за тебя болели. Сообщения мне приходили о том, что Каролина, удачи тебе на утреннике. И вот ты выступила. Теперь следующий утренник будет на Новый год. Уже совсем скоро. Через месяц. Ровно через месяц будет уже новый утренник. Через 10 дней? Через 30 дней. Мы забыли про наш гранат. Он у нас лежал в холодильнике. С тех пор, ну, больше месяца, наверное, однозначно. Он весь подсох. И прокис. Нет, он не прокис. Просто шкурка у него подсохла. Внутри я надеюсь, что он нормальный. Потому что я очень хочу сейчас гранат. Потом разрежем его, посмотрим. Или, может, я сейчас разрежу, посмотрю, нормально он или нет. Серж научился, кстати говоря, чистить. Вот как в интернете есть ролики. Чистишь, и он раскрывается, как цветочек. У меня так не получается. Я его режу. О, нет, он испортился. Там внизу, конечно, нормальные эти зернышки. Но лучше их не есть, потому что здесь плесень. А это очень опасно. Лучше его выбросить. Конечно, жалко. У меня начали заканчиваться уже капли для глаз. Вот эти вот уже здесь пару капель, и все. И самое обидное, то что их не хватило. Изначально в упаковке было меньше половины где-то. Вот так вот. И, получается, мне осталось прокапать где-то еще дней 5, а их уже нет. Не знаю, покупать мне новую упаковку или нет, или этого хватит. Ну, в общем, посмотрим. Остальные вроде бы как хватает на полный курс лечения. Сейчас смонтировала короткий ролик с утренника для того, чтобы Серж посмотрел. Потому что влог выйдет, получается, только завтра. И ему уже не терпелось сейчас это все посмотреть. Кстати, я эту шкуру решила на свое кресло снова положить. В прошлом году тоже зимой. Она у меня здесь лежала. Вот. И тепло. Да, на ней очень тепло. Сейчас я уже буду потихоньку смывать макияж, садиться за компьютер. У меня там еще несколько дел осталось. И Каролина завтра, скорее всего, не пойдет в садик, потому что завтра у нас другие планы. Ну, не знаю, еще точно видно будет. Я сейчас сяду, все распишу, посмотрю, что вообще я завтра буду делать. И буду после этого уже только отдыхать. В общем, где-то через часика-два я надеюсь, что я лягу уже спать. Так что на этом я буду заканчивать этот влог. Я надеюсь, что он вам понравился. И вы поставили ему пальчик вверх. Напишите внизу в комментариях, как Каролина выступила на утреннике. Понравился вам утренник или нет. И как на ней платье вместе с косичками. Мне очень понравилось такое сочетание. Увидимся с вами уже завтра во влоге. Всем удачи, всем пока!